здравствуйте у нас новый опрессовщик мы купили у нас если кто помнит был такой ручной мы сами сделали гайка крутили ключом и прочее ну теперь решили по пути технического прогресса пойти он мы купили простой даже 700 дает ну нам для опрессовки для наших рабочих хватит но не хватит чтобы порвать я сейчас заказал еще один до 1200 его будем использовать чтобы пытаться порвать за все время эксплуатации наших резервуаров порвать ни разу не удавалось максимально мы достигали по моему нет 750 или 800 было на мотодорских резервуарах когда у нас пробка немножко сдвинулась и разгерметизация по резинке прошла значит сейчас процедура какова наша задача в сборе блок верхний нижний резервуар лишь и два мы сейчас замеряем на нуле потом на 200 на 300 на 400 на 500 500 даже перебор потому что у нас в соответствии с гостом полуторный запас прочности и наша задача убедиться что не наступает пластическая деформация то есть у нас размер после снятия давления должен вернуться к сожалению меня нет микрометра поэтому мы менять цифрового штангеля на точность до сотки то есть он нам даст хотя бы какое-то понятие как это все будет происходить итак погнали замеряем верхний резервуар 3678 нижний резервуар 3671 коллега начинаем первая точка у нас 200 нижний резервуар 3679 нижний резервуар 3671 будьте добры 300 итак верхний резервуар 3683 нижний резервуар нижний резервуар 3676 коллега 400 пожалуйста камень 300 полуторный 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 3683 нижний резервуар 3677 коллега 500 итак верхний резервуар 3684 нижний резервуар 3685 топ 3677 и будьте добры до нуля сбросим 0 а здесь давление сбросить давай с клапан сбрасывает вот он манометр у нас хорошо итак измеряем верхний резервуар 3678 нижний резервуар 3670 ну понятно что плюс минус там 1-2 сотки это погрешность измерения но тем не менее вы видите что в соответствии с гостом российской федерации а до этого гостом СССР у нас пластической деформации не наблюдаются резервуар готов к работе и совершенно спокойно циклические нагрузки испытывают течение долгое время я немножко отвлекусь значит то мы занимаемся уже 20 лет высоким давлением мы работаем исключительно с дюралем d16t наш отечественным дюралем и ко мне попадали винтовки которым более 15 лет уже а можно очки снять техника безопасности соблюдена и мы проводили испытания несмотря на большой вид на стрелы большое количество циклических нагрузок никаких изменений по усталости материала мы не наблюдаем вот из чего я могу сделать вывод что даже опрессовка раз в год или в 10 лет или как там на эти пишут иностранцы замену через 10 лет не требуется в связи с тем что по нашим гостом сосуды до 1 литра нет необходимости их там дополнительной опрессовки замены и прочее прочее то есть все это выдерживает все работает совершенно спокойно у меня были случаи даже с большими повреждениями с участками коррозии винтовки после пожаров все работают с точки зрения безопасности я не вижу проблем я сам этим пользуюсь и дети мои пользуются на этом все adios bye bye